Здравствуйте. Она очень органично, как нам кажется, вписывается в серию антологий, уже изданных в издательстве МКПС Никитой Алексеевичем Струвы, антологии русской поэзии XIX века, антологии русской поэзии XX века, которые в разные годы появились в этом издательстве под редактурой и главной в переводах самого Никита Алексеевича. Этот труд нам видится логичным продолжением, и мы посвящаем его светлой памяти. Тем самым вышедший новый томик, это почти третий том по отношению к двум уже появившимся, и он организован по подобной структуре. Он открывается предисловием на французском языке, поскольку изначально эта антология была предназначена именно для французского читателя, но, как нам кажется, она остается интересным также и для русского читателя, поскольку тексты двуязычные. Далее подборки поэтов. Каждая подборка открывается биографической справкой, и поскольку речь идет о поэзии наших дней, мы попросили эти биографические справки написать самих авторов. Нам показалось это интересным, то есть возможность услышать одновременно и поэтический голос, и комментарии самого автора по отношению к тому, как он точно вошел в поэзию, какие были важны для него вехи, фигуры, поэт, который говорит о собственной поэзии. И также нам казалось необходимым добавить небольшие, скромные, но все-таки важные примечания, поскольку, опять же, книжка обращается к французскому читателю, и далеко не все в современной русской поэзии просто понятно. Речь часто идет о каких-то исторических реалиях, об именах, о поэтических школах, о каких-то тех реалиях, которые так или иначе могут ускользнуть от внимания французов. И, наконец, книжка завершается предисловием Мишель Финк, известного французского поэта, литературоведа, специалиста по сравнительной литературе. Она прекрасный знаток европейской поэзии. И в чем, кажется, особый интерес этого послесловия, взгляд французского поэта замечает в современной русской поэзии те тенденции, те метафорическую, ритмическую какую-то особенность, которая так или иначе присутствует в поэзии европейской, не только французской. И вот эти связочки, эти переходы, эти неожиданные перегласовки создают какое-то еще совсем новое семантическое поле и, как нам кажется, новый интересный горизонт. Так организована эта книжка, и сегодня мы хотели бы ее представить в главных чертах, о чем точно идет речь, в чем, возможно, она представляет интерес. Сейчас разговор поведется ее с составителями-редакторами. Программу будет вести Марко Саботини, известный профессор русской литературы из университета в городе Пизе. Александр Медведев, другой составитель, доцент из Тюменского университета, специалист по русской литературе, по русской поэзии в частности. И Петр Казарновский, поэт из Санкт-Петербурга. От имени издательства «Инкопресс», которое я имею честь представлять, я сердечно благодарю моих дорогих со-редакторов за их совершенно замечательную работу, за их сотрудничество, благодаря их очень живому интересу к этому проекту, очень ценным советам, благодаря их компетенции книжка обрела эту форму. И нам как раз казалось очень важным скрестить разные взгляды. С одной стороны, взгляд на Россию из Европы, из Италии, из Франции. С другой стороны, изнутри, собственно, русский взгляд, а также взгляд специалистов по поэзии и, собственно, поэтов. На этом перекрестке возникла эта творческая группа, и я рада передать сейчас слово Марко. Единственное, что еще воспользуюсь тем, что мне предоставили слово говорить первый, выражу также глубокую признательность с одной стороны Даниилу Струве, который является одним из переводчиков и также составителем этой антологии, и Мелании Струве, благодаря которой эта книжка появилась, вышла все. Марко, слово тебе. Спасибо, спасибо, Татьяна. Конечно, это у нас, перед нами большой труд в том плане, что мы долго работали и искали правильный такой подход. Ну, конечно, это действительно антология непростое дело. И мне кажется, что такой первый вопрос именно к Татьяне, потому что, когда идет речь о составлении подобного тома, подобного труда, имеет свое особое значение в концепции, да, конечно. И поэтому было интересно послушать, скажем так, откуда такой спектр поэтов и само представление современной поэзии. Это, мне кажется, для составителя такой первый вопрос и острый, конечно, вопрос. Спасибо, Марко. Конечно, это вопрос главный, вопрос основной. И концепция, концепция, наверное, это слишком громко, скажем так, идея этой книги родилась из желания представить французскому читателю поэтический пейзаж современной России, в ее скрытых, в ее явных явлениях, порой различимых только взгляду поэтов. Антология 21 века. Нашей мыслью было представить именно современную поэзию. И в этом смысле, как условный и одновременно символический рубеж, мы выбрали 2000 год. В антологию вошли те стихи, которые написаны после 2000 года. Конечно, это условно, во-первых, и в главных, но перед издателем так или иначе этот вопрос встает, а с чего начать? Мы начали с 2000 года, потому что, как кажется, все-таки редко какому поколению выпадает такое удивительное... В общем, такое, скажем, редко какому поколению удается стать свидетелем рождения не только нового столетия, но и нового тысячелетия. И в этом отношении интересно задуматься, какие же черты этого рождения были замечены взглядом поэта. Да, спасибо. И мне кажется, что это такое событие для Франции в том плане, что это войдет в историю, восприятие русской поэзии, современной поэзии во Франции. И мне кажется, что вообще Западная Европа открывает такое новое окно в Россию, в поэтическую Россию, потому что действительно подобных антологий на Западе пока еще очень мало. Ну, какова ситуация во Франции сегодня вообще в плане переводов и восприятия русской поэзии, современной поэзии? Поэзия остается все-таки немножко на периферии, в том плане, что русская литература воспринимается главным образом все-таки со стороны романного творчества, прозаического творчества. Поэзия, даже и в смысле переводов, все-таки она очень частична, очень маргинальна. И в этом смысле этот труд как раз и мыслился для того, чтобы восполнить маленькое, но оконце, и дать французскому читателю возможность познакомиться именно с современными голосами. Конечно, это не первый такой труд. Есть, скажем, антология современной поэзии, которая появилась в 2005 году под названием «Поэт Рюс Дужурни». Предисловие к ней создал Константин Кедров, а послесловие – Борис Люжен. И эта антология включает 25 поэтов, многие из которых вошли и в нашу антологию. Елена Шварц, в частности, Максим Амелин, ряд других, так же, как и, собственно, Кедров и Люжен. Особенностью нашей антологии был не то чтобы выбор, а определенный подход к поэзии. То есть мы руководствовались той поэзией, которую можно определить как диссидентской поэзией. Ведь книжка издается в издательстве «Инкопресс», у которой давняя традиция обращенности именно к этому плану литературы, которая так или иначе была гонимой, которая была издана прежде на Западе, которая бродила то в сам издатель, то в сам издатель, которая так или иначе не имела какого-то явного выражения. И, опять же, книга посвящена Никите Алексеевичу Струве. Мы во многом руководствовались его возможным выбором. Он думал о такой антологии 21 века. И теми поэтами, которые так или иначе издавались либо в иммигрантских изданиях, в журналах, как то «Вестник РХД», журнал «Континент», или же, собственно, были изданы в издательстве «Инкопресс». Например, книжка Юрия Кублановского, одного из поэтов антологий, была издана в «Инке» в 80-е годы, тогда как в России это было невозможно. Но, опять же, эта книжка никак ничем не стремится… Конечно, было бы нелепо претендовать на какую бы то ни было полноту. Это лишь фрагмент, это лишь касание к современной русской поэзии. Но даже в этом касании, нам кажется, есть очень определенный смысл. Потому что мы все знаем, и все, кто любит поэзию, что такая фигура, как метонимия, она очень мощная. Прикоснувшись к явлению даже с одной стороны, мы можем получить представление о целом. И этот труд – это только начало. Да, да, именно так, мне кажется. А теперь тогда будет интересно послушать мнение русского поэта и филолога Петра Казарновского. Он был включен в списки поэтов, антологий. И, Петр, вопрос такой. Спектр антологий довольно обширный. Вы считаете, что это действительно, он включает главные поэтические явления современной поэзии? Спасибо. Ну, наверное, здесь есть в хорошем смысле претензии. Спасибо. 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 на ком я о других поэтов которые продолжают ту же линию но возможно здесь может может быть не знаю может быть здесь была установка на такую включенность более традиционную что ли и форму и и как бы такой поэтический локус свойственный скорее самоуглублению и попытки призыва куда-то внутрь они такого эпатажного до скорее перв перформансового действия что как раз характерно для отрядом московских литераторов поэтов я может быть несколько сбив чего сказал но в целом мне кажется что было вот так вот это она как-то выкристаллизовывалась в процессе наших разговоров с тобой марков татьяны с александром конечно полноты здесь наверное не может потому что век только начался ну и татьяна об этом сейчас только что сказала это какая-то такая заявка может просто напоминание что в россии тоже есть поэзия и она в общем довольно разное мне кажется что здесь важно именно да вот то что вы вы говорите это голоса они разные ну как разные люди как разные города довольно довольно широкий охват и кроме того здесь последний раздел вот александр убрал презентации последний раздел это поэты живучие вне пределов россии причем как в русскоязычном мире ну так сказать или славян и язычном мире так и в мире и вот и и в первом разделе которые тоже раньше вот этого списка содержания и здесь мы видим именно которых именно поэтов которые уже нет среди нас вот здесь анрии валахонский очень крупное явление в русской поэзии без границ и я думаю что на разные языки там например на немецкий почти наверняка есть переводы вот в этом смысле да и раз и разные эмоции конечно везде и разные техники да марк спасибо я наверное это так нет но даже от тех поэтах мы похоже забыли да но мы пищем в предисловии что это все равно они где-то есть даже в отсутствие скажем так и да и несмотря на такой выбор до поэтических текстов выбор ограничивается весьма узкого периода начала двадцать первого века антология обращает особое внимание на разные поколения это тоже важно разные поколения второй половины двадцатого века кажется что символически антология является мостом между поколениями на рубеже веков это как как вы считаете играет эту роль именно такая антология конечно если можно я чуть-чуть добавлю может быть чуть чуть больше ясности для того чтобы понять как организована книжка несмотря на такой на вот широкий как мы сказали выбор книжки есть определенная структура которая отчасти мне кажется марка отвечает на твой вопрос первый раздел который мы очень условно назвали из 20 21 век в него вошли поэты которые еще очень тесно очень органично связаны с поэзией двадцатого века с тем что называется русским серебряным веком здесь мы находим и стихи анатолия наймана творчество которого отмечено встречами с анной андреевны ахматовой тамары буковской прямой наследницы этой поэтической традиции олег ахапкин виктор криворин евгения шварц каждый из них состоялся как поэт в прошлом столетии будучи связан с ними своими темами своими интонациями своими ритмами во второй раздел вошла поэзия представляющая своего рода новый авангард все то что сформировалось в таком ясном осознании разрыва с эпохой советской культуры и эта поэзия вырастает на перекрестке самых разных авангардных тенденций здесь главным образом трансфутуристы но также и те поэты которые осознают свою причастность одновременно и к мандельштаму и к обереву казалось бы на самом противоречивом перекрестке и здесь мы назвали этот раздел другой отчет по емкому выражению петербургского поэта бориса григорьев и здесь поэзия валерия земских байкова арсена мерзаева здесь я думаю как раз и петр казарновский мог бы много сказать и поскольку он сам принадлежит этой семье поэты наконец третий раздел как петр уже упомянул это та поэзия которая родилась вне пределов россии это новый опыт диссидентства явленные голосами в частности виталия амурского выехавшие из советской россии в семьдесят третьем году и пережившего по его словам реальную иллюстрацию кавки это и поэзия николая бокова недавно скончавшегося который выехал из россии будучи реально преследуем советскими властями сюда же вошла поэзия юрия кублановского политического эмигранта 80-х годов который вернулся в россию 90-е годы так и складывался этот спектр именно как очень широкий круг поэтов для того чтобы понять очень разную россию для того чтобы сохранить этот взгляд одновременно изнутри и извне на перекрестке самых разных киратурных школ тенденций и и мировоззрения да спасибо спасибо татьяне а петра еще такой вопрос маленький определение бронзового века для такой антологии ну вообще это формулировка принадлежит олегу охапкину который по сути открывает антологии здесь даже кажется представлена представлен его автограф это в оформлении книги ну наверное можно говорить что это уже 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 так сказать следующий этап потому что те кто стоял у исток поэзии бронзового века они уже как-то и сами перешли видимо барьер и и елена шварц и виктор кривулин здесь категорически иные нежели в начале 70-х годов когда собственно это было как бы провозглашено неофициально я наверное ответил как сейчас сказать железная поэзия металлическая каменная да да конечно не просто бронзовый уже не просто бронзовый а и теперь с нами александр медведев участвовали в редактировании антологии в составлении биографии авторов и комментариев текстов это очень важная ценная работа конечно александр многие поэты сами написали автобиографическую справку то особенно для поэта это необычная форма как вы думаете это какой-то степени это жанр биографии до автобиографии для поэта это был такой важный момент в составлении данной антологии мне кажется что действительно это интересная такая находка именно жанрового характера когда представление каждого поэта действительно открывается его краткой автобиографии и краткой библиографии да мы там даем издание поэта примерно 2000 года и вот то что сам поэт говорит о себе как бы собственным голосом своим словом и говорит то что он считает важным и нужным говорит какие-то важные этапы своей жизни да то скажем творчество начиная там пусть им с детства он говорит о детстве пишет пишет в своей юности о родителях говорит о круге чтения обхождение литературу о школе об университете часто говорит о любимых поэтах о философах любимых то есть мне кажется это очень важен такой ну именно ход что ли да или жанр когда действительно сам поэт себя представляет хотя есть случаи когда поэтов с нами нет и тогда за них так скажем говорят их близкие друзья или родственники или переводчики да мы знаем что часть вот таких биографических справок были составленными такими авторами ближайшими друзьями или переводчиками некоторые справки я делал на основе материалов которыми давали сами авторы например вот я хочу привести сейчас список вам таких авторов допустим это иван жданов мария степанова алла горбунова то есть какой-то степени тоже это сказать краткие справки но одобренные прочитанными а прочитаны авторами да да это любопытно и конечно интересно а еще какую функцию несут в книге комментарий потому что тоже важный пункт для понимания для читателя да вот что касается примечаний то мы старались их писать для французскоязычного читателя потому что при переводе с русского на французский язык конечно многие русские реалии многие советские реалии не совсем понятны и нуждаются в дополнительном как бы комментирование поэтому вот мне кажется это интересно что в этих комментариях раскрывается такой как бы слой русского сознания это касается 19 века это отсылки в общем-то частые отсылки к пушкину к тючеву отсылки к соловьеву но это отсылки и к русскому модернизму в частности очень важно то упоминание цветаева отсылки к мандельштаму до другим поэтам но кроме такого литературного как бы свой конечно мы считали что важно говорить о слое на таком шули культурном да когда примечаниях мы говорили о важных понятиях допустим допустим понятия сам издата что это такое допустим что такое спец хран о том что были такие отделы библиотеках закрытые куда пропускали по специальному пропуску сегодня я думаю не все об этом помнят и знают поэтому затем примечаниях комментариях мы как бы вот объясняли такие как бы важные топонимы вот допустим там не знаю такие известные конечно иногда топонимы как колыма допустим да или допустим майдан да вот такой стихах жданова говорится о майдане вот затем ордынка полянка такие очень важные московские как бы топонимы но и многие другие но и последний может быть слой комментариев это такие что ли символика да или образы вот допустим тот же иван жданов поминает о египетском коте да вот что это за код то есть было интересно разобраться что за это за код не только отсылающий нас в древнеегипетской мифологии культу кошек у египтян но и видимо код который отсылает и к русским сказкам да тот самый котофеевич вот поэтому мы старались ну как бы раскрыть вот различных так сказать слоях ключах в эти стихи что было это понятно не на франкоязычном читать это будет полезно и интересно спасибо спасибо это конечно говорит о сложности текстов и насыщенность такого поэтического языка дорогие друзья вам спасибо я передам слово татьяне тогда наши нашему составителю мне хотелось бы также выразить благодарность нашим переводчикам которым принадлежит как минимум половина этой книги да и это было настоящим сотворчеством с их стороны поскольку переводить поэзию современную русскую поэзию можно себе представить какой-то колоссальный труд и какой-то тоже творческий труд фактически нужно было самим стать поэтами и очень вкратце скажу работала целая группа переводчиков жан-луи бакес известный переводчик заслуженный профессор из сорбонны который переводил и в частности гомера и сиода гальдоне лопе де вегу нитши что касается русских авторов именно благодаря его переводу и именно его перевод евгения онегина изучается в университетских программах или же недавно в французском подготовке французскому конкурсу агрегасиум его переводы стали его перевода анны андреевны ахматовой как раз и были взяты за основу программы он также переводил стихи прекрасной даме блока переводил как вы уже сказали ахматову то есть перевел фактически все ахматово что конечно само по себе можно себе представить почти дело жизни элен анри также имя которое многое скажет русскому читателю поскольку она известная переводчица именно русской поэзии часто бывает в россии и часто общается с переводимыми поэтами напрямую в частности в петербурге кажется она очень хорошо знакома многим что касается классических классиков поэтов-классиков она перевела и переводила мандриштама пастернака очень много бродского поэтический театр цветаевой поэзию на боком она же перевела скажем дороженьку александра солженицына что касается современной русской поэзии она недавно издала двухтомник переводов виктора кривурина а также поэзию два рубинштейна среди переводчиков и елена крепенина оржаковская которая переводила для французов поэзию матери марии скобцовой а также поэзию александра скрябин до этого скрябин как поэт во франции был неизвестен полики известный переводчик в частности юрия олешей михаила булгакова алексея толстого или же среди современных авторов он переводил свитерну алексеевич для нашей антологии он перевел стихи валерия кислово кристина заит унян переветы она и художница и поэт и перевела более 80 книг с русского на французский что касается поэзии это пушкин беденский андрей белый среди современных авторов белых мадурина иван жданов юрий кублановский частности именно она перевела недавнюю вышедшую книжку в 2018 году поэзии юрия кублановского и наконец быть может большинство переводов этой книги принадлежит веронике лоской которая во франции очень хорошо известна как переводчица марина цветаевой она перевела фактически все ее поэтическое наследие которое было издано на двух языках в издательстве сирты русский читатель узнает как исследовательства цветаевой и автора книги о цветаевой и об ахматов для нас особенно дорога дорогая работа ее труп его вклад в эту антологию поскольку она переводила эту поэзию переводила очень трудно говорить о прошедшем времени вероника скончалась два года назад и она переводила поэтов нашей антологии будучи в больнице и скорее всего осознавая что это ее последняя работа тем самым для нас все сделано ей имеет особое значение и мы скромно надеемся что эта книга это тоже и дань ее памяти тем самым эта книга это плод сотрудничества самых разных людей и переводчиков и поэтов и исследователей французов русских все создавалось на перекрестке в таком тесном сотрудничестве и конечно этот труд не может быть это лишь скромное начало которое мы надеемся продолжить и мы приглашаем вас открыть эту антологию и начать чтение